Здравствуйте! Спасибо. Спасибо. Я хотела создать детей. Я хочу сказать, что война это всегда у нас. Это знают все люди старшего поколения. Больше еще не настолько прочувствовали, я считаю. Конечно, все знают, что была икая Отечественная война, которая началась в 1941 году, 22 июня, а уже 8 сентября замкнулась кольцо вокруг Ленинграда. И предварительно была произведена диверсия, сожжены склады с запасом продуктов. То есть в Питере совершенно нет еды. А наша семья осталась... Мой отец был командирован перед войной. Он был инженер-судостроитель. Он был командирован в так называемый город Молотовск, который теперь в Север-Нинске. И вот этот завод, который выпускает подробники, он и тогда выпускал все, что мог. И он был номерной. То есть там все было в Север-Нинске. Был завод, так называемый, 402. Ну и мой отец там работал всю войну. А мы хотели выехать туда. Уже мама складывала чемоданы. Но вдруг заболела бабушка. Которая жила на Северском. Жила она с маминой с сестрой. Но тетя моя не очень серьезная. И кроме она кто-то того она работала. И мама не смогла оставить больную мать. И мы не были. Конечно, такого геноцида никто не ожидал. Это естественно. Но у нас и голод наступил. У людей, у которых не ходили за классом. Почти сразу. Вот в сентябре. У нас действительно не было дома. Даже килограмм рукой. Потому что у нас уже складывались чемоданы. И собирались уезжать. Все это совпало. И бабушка тут заболела. И мама каждый день ходила на Васильевский. Мы жили около канала. И поехали в церкви. И каждый день ходила бабушка. И бабушка умерла очень скоро. Считается 8 ноября. То есть 2 месяца. И потом мама оставалась уже с нами. И она уже не могла ни работать. Устроиться ничего. Потому что 2 месяца на 125 грамм хлеба. Ходить на Васильевский. И обратно в центр. Там уже мало что было. Мало сил остались. Ну и вот представьте себе. И моя сестренка. Она маленькая. Она у меня попросила. Она говорит. Я не могу вас показать. Ты не плачь. Я говорю. Успеет, я тебе не любит хозяйствовать. Я конечно старалась спать. У меня это конечно плохо получалось. Но я очень любила маму. И поэтому она попросила, и как будто я ей слово дала. Я не плачу. Но я помню, как и это сразу не может быть. И я удивляюсь, откуда у меня бралась такая боль, я не плачу. Пять лет лет лет, а тут не плачу. И я считаю, что блокирование населенных пунктов – это и самое страшное преступление против человечества. Потому что это не сравнится даже ни с газопомикалия, ни с чем не сравнится. Потому что это очень длительное страдание. И моя сестренка начала плакать буквально уже в сентябре. С утра до ночи. Ночью она забывалась и какое-то время спала. Никогда не путала день и ночь. Ну, из-за этого я делаю вывод, что мы слишком дневные животные. Вот. И она в течение шести месяцев это делась. Это трех с утра до ночи. Вот за что страдала вот эта малышка, которую я вам показала вот сейчас на фотографии. А это как раз уже тогда началась война. Мама привела фотографию. Ну, тогда это целое дело было с фотографией. И вот с фотографией у нас. И у сестренки мои глаза испуганные и полные слезы. Почему? Мы пришли. А фотография был в белом халате. Она Алине, да, не делала какие-то прививки. Она решила, что это делать. Доктор и начала плакать. Не хотела его видеть. Он пошел, снял белый халат. Все равно она его не хотела видеть. И тут сказали, смотри, сейчас птичка не видит. И вот она ждет птичку вот такими растопленными глазами. А когда птичка не вылетела, она, а где птичка? И западала. Вот я очень хорошо помню, как он у нас фотографировал. И потом, в общем, было ужасно. Представьте себе, у мамы вместо ног 2 литра воды. На каждой ноге не меньше 1 литра воды. Я могу подойти. Я плохо слышу. Ну ладно, извините, я больше не буду бояться. Я как-то думала, что все молчат, значит, все скрышат. Вот. И на таких ногах, которые никакую обувь не надеешь. Многие люди ходили за этим жалким кусочком в лево, в заматом в левом тряпье и шли по сорокоградусному морозу. Там старшее поколение знает, что были в России синие морозы зимой. И это было хорошо. А сейчас уже давно пришли. Тогда вот именно сорок из-за сорок были. И вот надо было идти и приходить. И она ходила и привезла на кусочек попала. Вдоровала, но сама не знает там, что может быть. Сразу же, когда началась блокада, был включен свет, вода, за водой ходили на нему. А тогда, когда отопления не было, а были печи. Ну вот в таких обитальных домах, колодцах, там печи были такие круглые, они кирпичные. И обиды жестью. Ну и покрашены. И так она началась без бездома. Но в наш двор упала зажигательная бомба и сожгла сарай здоровый. А напротив, и сейчас это какой-то детский центр, был дворец пионеров. Туда упала фугасная бомба. И в нашем доме все стекла побиты. В нашей комнате стекла остались. Почему? Потому что мама за благовремя там прибила, как я видела девушку, где у меня была девушка. И, значит, он ящик такой прибил, и туда песок. И песок принял на себя все напряжение. Сначала все одно было закрыто, когда еще было свет. А потом, когда света не стало, немножко вверху освободили. И немножко светило. Сейчас. Вот. Да, в конце это было, это длиность. То, вот, началось, когда бабушка у меня, да, 8 ноября. Слушай, я бабушка, да. Давай. Ясно. 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 Стой. Вот. Значит, началось, вернее, вот мама с нами осталась. То есть это с сентября, буквально с начала, с первой декады сентября, 41-го года. В ноябре, 41-го, у моего бабушка, и вот шел уже 42-й, уже, январь, так, за январь у мамы из рук вырвали детские карточки. В начале января залезь январь. Детские были по 250 грамм на одну карточку. А вот дождевенческая ее 125 грамм. И осталось нам 125 грамм на тренинг. Я первый раз, когда она принесла, я удивилась, я говорю, почему так мало? Она ничего не сказала. И видно, она сама ничего не дала. И 22-го января она умерла. И я помню этот день. Мы с Танечкой лежали на кровати, а мама на диване. И я с мамой как разговаривала. Мама, она, значит, что? Я говорю, иди за хлебом. Другого диалога у нас не было. Но она неизменно спрашивала, что? И даже мне показалось, что я, наверное, часто ей говорю, иди за хлебом. Потому что мне это требовалось сказать. Это какой-то вот акт борьбы против того, что есть. А она, значит, ну и я подумала, наверное, я часто, мама сама знает. Наверное, ей надоедаю, понимаете? Я вообще удивляюсь пятилетним ребенке. Вот этот и так, и все. И вот я лежу и думаю, вот сейчас я как будто сказала, прямо убедила себя. Но я не знаю. И вот через раз буквально у меня вот такое. И вот тут чего-то долго уже. Солнце светит в нашу щелочку. И, значит, я маму иди за хлебом. Она сказала, сейчас. И не идет. Потом снова там люди хотят, что ли, войти. Что-то стоят там. Вот. И не идет. Я, значит, снова. И когда она первый раз мне ответила, у меня такое возмущение. Мама меня отвечает. Вот. Потом я вдруг почувствовала что-то не то. Я, конечно, этого ничего не понимала, вот этой сути, что происходит. Совсем. И хорошо, что мне не объясняло. Потом снова она ответила. У меня такая радость. Я думаю, пусть мама не... Пусть мама только отвечает. Не надо ходить за хлебом. Понимаете? Такое, что пусть даже хлеба не носит. Вот этот момент радости. Я готова отказаться от него. Потом она перестала отвечать. Я со своей кровати, ну, в руках лезла, начала ее теребить. Тут она ответила, что это, иди за хлебом. Она приподняла плечи и снова легла. И снова перестала отвечать. Потом, ну, я ее теребила, она все-таки ответила. Я говорю, мама, иди за хлебом. И она вот так приподняла голову. Сказала, сейчас приподняла голову и снова. И все. И перестала отвечать совсем. Ну, тут мы забыли в два голоса. И соседи среагировали. Раньше они слышали один рюк, а тут двое. Вошла соседка. Ну, меня удивило то, что вошла совершенно здоровая, сильная женщина в туфлях. Ну, на таких каблуках. Присядла на широких, не на высоких, конечно. Но в туфлях, да еще на туфлях. Я все это увидела. Мне очень странно. Ну, она вошла, поняла, в чем дело. Вышла, принесла шоколадную конфетку. Спасибо ей. Разломила пополам, отдала. Снова вышла, привела людей. И я помню, женщину, которая с таким деревянным стетоскопом обманилась, послушала и ей так сказала. Мол, все. А они, да нет, она, конечно, жива, она, конечно, жива. И я чувствую, что они говорят мне это. Ну, вот. А что, она не жива, это я знаю. Но я не знаю, что такое жива, что такое не жива. Поэтому мне все равно, что вы говорите. Но я думаю, что они именно мне хотели садить. И что, муж и соседки посадили нас на салазки наши и отвезли в детский дом. И мне сказали, поедем кушать. И вот в детском доме, я вот увидела, там все до шести лет, включительно, все лежали и орали, как моя дамечка. Я единственная была прыгающая пятилетка. Ну, вероятно, потому что я не плавала все это время. Потому что со слезами уходит и соня, и все. И в детском доме я, например, видела девочку, у которой вместо щеки, именно вместо щеки была дырка. В детском доме детей посадят на горшок, он сидит долго, начинает плакать. А когда снимают, там, оказывается, кишочки у него вместо того, что у него было. Потом, например, вот та гарантирная картинка, обыкновенная. Я там заболела пылью, но в легкой форме, почему-то быстро очень. И, значит, меня вели изолятор. Изолятор был в конце коридора, и в торце сидела женщина в белом халате. Вокруг ее были наваленные детские трубики. Она их обшивала белым материалом, чтобы транспортировать. Вот такие картинки. Потом, ну, и нас вывезли по пути жизни в палатку. Я помню, вечером только меня одели, надели как пальто, все. И на машине вдруг на нас палатку, потому что я видела небо. А потом я вообще ничего не помню. Дети спят тогда, как Дарина бы сказала. Хоть его забыли потом, если бы он спал. Вот. Ну, и вы привезли меня на Кавказ. Вот эти вот телячьи вагоны. Другие знают, это вагоны у них в торцах нару, а так шародей двери. Ну, в которых вот скот в войсках. Ничего страшного. Мы там увидим. Может, мы ездим. И вот мы там и нарях были. Но самое главное, мы же... У нас везде очень много. И пропускали все воинские шивоны. А вот воинские шивоны стоят обычно рядом с нами. И там солдаты. Тут мы сидят на горшках, а там солдаты. Представляете, как они выглядят, видят, что они в тылу находятся. Вот. Ну, они нам, я помню, один раз кидали селедку. У них больше ничего не было. Селедку я просто топила. Да не ел, я не ел. Вот. И мы приехали на... Наверное, больше краситься не ехали. Однажды нам водички давали по чайной ложечке из чайника. Потому что говорили, что кого-то отравнили. Тише. В общем, война – это страшно. Просто. Я не знаю. И что меня спасло? Меня спасла любовь к моей маме. Вот. Любовь – это созидательное чувство. Очень сильное. Так что любите. Не экономьте свою любовь. Будьте расходительны. И тогда все будет нормально. Война – это, ну, это страшно. Это даже не страшно. Но блокада – это, я считаю, в истории человечества вообще – это самое-самое страшное злодеяние. Потому что, вот представьте, эта крошка. Даже подумайте, изначально какой-то был кримкий ребенок. Если он полгода умирал от страшных уроков. И умрел. Но если бы она не плахала, ну, это невозможно было сделать. Это нормально. Ну, может быть, он умер. Ну, это вот, что касается блокадок. Потому что вот кадры эти, которые вот показывают иногда – это правда. Но то, что творилось в этих домах… А в детском доме – корнишем. Три раза в день. Обед был из двух. Я помню, там они даже и шлицу. Какой-то был вот дисбаланс. У моих соседей, вот эта оказалась шоколадная конфетка. Она, конечно, не последняя. И вот второе, что меня удивило – это когда она в лесу шоколадную конфетку. Я думала, что кроме вот горочки хлеба, желанного хлеба, ничего не осталось. Ну, а теперь я хочу вас немножко поразвить. Я хочу почитать. Затем ею. А может, хотела… Хочешь что-то спросить? Да, пожалуйста. Какие-нибудь вопросы приходите? Что Вы хотите? Я был в Петербурге. В Музее богатого императора. Там я увидела фотографию, что вы выращивали овощи. Я не знаю, мы жили в центре. Там не давали овощи. Крутое доход. Состояние моей мамы, сами понимаете, когда у меня была бабушка. И она два месяца каждый день ходила из центра на это. Она не могла уже. И кроме того она не могла работать. Не двое молодых. А не до весны не доходили. Что ж так? Мама не дошла до весны, да? 22 января. Да. В январе, я говорю, у нас не было вообще короче. В 120 кейсерах клево. Представляете, мы троим. А что случилось с Вашей сестой? Что? С Вашей сестой, конечно. Она умерла в детском доме. А когда она умерла? Она умерла. Официально я запрашивала архив. Там написано 7 марта. Она 17 марта. Но она не 17 марта умерла раньше. Сейчас я Вам объясню. 17 марта меня вывезли из Питера. Поэтому 17 марта меня вывезли. Это дата правильная. Иначе не будет. Вот. А она умерла еще раньше, потому что так не могло быть, что она умерла 17 марта. Почему? Когда готовили документы на вывоз детей, то кого-то нужно вывозить из города. Кого-то нельзя. Если, например, двое, там, брат и сестра, и две сестры, и так далее, один ребенок не невозможно вывезти, то второго тоже не могут взять. Вот. А меня вывезли. Хотя я все бегло и спрашивала. Ну, у меня же Танечка. У меня в этом вдруг опыты перевели. У меня же Танечка. А мне ничего не говорили, но Танечки уже не было. Это оформление документов шло, наверное, 2 недели, несколько дней. Такое. Я слышала эти разговоры. Как можно, как нельзя. Да? И если бы Танечка 17, например, в день выпадет, то я просто выстану, потому что у меня еще не успели оформить. А почему? Они придерживали меня. Чтобы перейти на ребенке. На ребенке. Как на живом. Везде песни. Ну, вот. Что? А отец ваш... Молотовый. Была связь с вами? Он так работал. Молотовский. И меня вот вывезли на Кавказ. А там по военному времени женщина-одиночка, если она трудно способна, правильно трудно живет. Это было обязательно. Но если у тебя есть маленькие дети, тогда они правы. И если у тебя хоть 20 детей, но младшему уже 8 лет, ты обязан идти работать. И вот за маленькими детьми они бросились в детский дом. Тебе привезли еще во время грандских детей. И они сами взяли. И меня она взяла особо, которую я вспоминать не хочу. У нее муж был на фронте. Она наживала ей 20 соток огорода. Ну, очень жестокая женщина. Вот. Но я помнила свой венеградский адрес. И все время переделала. И там, тогда вот людей почти невозможно было найти друг с другом. Послали, ну там, мужчины там, которые у нее были. И, значит, послали в адресный стол в Москву по поводу моего отца. Там написали такой-то, такой-то. Приписали. Год рождения. Правильный. Выбыл неизвестный управление. Послали в адресный стол в Ленинграде. То же самое. Почему? Да потому, что он работал на этом наберном заводе, который выпускал подводки. И хотя он работал в городе, который был на арте, у него был адрес. Почти здесь. Но не давали даже. То есть невозможно. Засекречен был. Да. Он был настолько засекречен. Но им же писали, что здесь его малолетний ребенок. Тем не менее, это даже не открывало. Но я думаю, я здесь, он в каком-то закрытом городе живет. Какой-то мирный там. Понимаете? А он жил в городе, в который приходили поезда, почта и так далее. Я не была. Но я знала, все время говорилось на свой адрес. И такой-то умный человек говорит, ну давайте напишем вот туда по этому адресу, на Домково. Адрес так далее. Ну Домково. Правда. В общем, ЖК Уиль. Вот. Написали. Оказалось, и у них был адрес отца. И они прислали нам, прислали туда. Но, в общем-то, очень говоря, отец нашелся. И она меня привезла и туда, вот туда, целая история. Вот. Но ему я не нужна была. Он привык всегда в их восторге считать. И я бежала, когда я была в девятом классе. Я так сам буквально бежала. Даже забыла, что я и пальто не делала. Я по зимней дороге шла, наверное, километров два с половиной. К подошке ушла. А мать увидела, что у меня лицо опрокинуто и я раздета. А потом чуть-чуть горло только прихватило. Настолько было разбудено. Но я пришла из школы по второму северу. И тут же только по лесу. И тут же до меня пошло. Мои отдали души. Мочеха красная была. Вообще-то это очень страшно. И эта тетя Валяна увидела и говорит, оставайся на нас. Это героиня женщина. Царство ей не пристало. Она во время войны, вот война началась, ее мужа взяли. Она осталась с тремя маленькими детьми. Одна была по девочкам неравестницей. Другая одна год старше. И один на год только что родился. И вот когда я в него попала, он был в пятом классе. Старший был от десяток. И Валяна, с которой была вторая. И с которой она была. И тетя Валяна увидела и говорит, оставайся на нас. Ну и это дала на алименты, потому что это там было существование. И тетя Валя подняла. Вы представляете, что военное время кормить трем детей. Это страшно. Это Рязанская область, его кадр. Здесь в Североквинске в 52-м году была такая заворушка. Что-то говорили, что где это завод, и им было на месте, связь с англичанами. И в общем, трех-трех стояли. И на заводе решили провести чистку. Кое-кого рассадили, а у него отца просто предложили улететь. И ноготь от этого набирали. Кстати, ему дали место главного механика, с удоверившей Кадовской, которая выпускала статурную ее боржей. А весной, это мокша, она мокша летела. Она была статурная весной. Приезжал катер и увозил эти боржи. И вот поэтому это было в 2-м году, и 9-м классе. До 8-м году Морковский училась вот в Североквинске. Вот. И больше Даниэль Морковский была. И сама поехала, и поступила, и училась, и совершенно не ломок девушек. МГУ у меня, по-моему, физической факультетной, конечно. Вот. Даже в аспиратуре там. Из-за меня. Ну, еще одна. И еще одна. Так. И у вас, может, и куда-то, куда-то… Нет, я я такие-то раз говорю до сих пор. У меня без, это самое… Ну, сучка и заториники попадают в спадные этапи. Физика и математика и химия. А почему химия? Потому что современная химия, ну я ее тогда не помнала. Современная химия – это физик. Когда, вот раньше было так, до атома, строение атома, это была физика, и потом мало людей. Вот эти все движения, антиклота и прочее, это тоже. А между атомом, вот моё, это очень раз, то это была химия. Но там было очень мало научных политики. Там вот такие реакции, вот такие реакции, вот такие реакции, вот такие реакции и так далее, и так далее. Почему? На химфарк поступало очень много девочек, потому что там не так надо было думать и физически. Но потом, когда проникли в строение молекулы, а это физически, то есть стало, это всё стало физически. И даже когда-то академик Абрикосов произносил эти, ей такую фразу произносил, значит, и химия, как часть физики, да, а я сегодня помогу её прямо узнаю. По пути она есть. У меня случайно получилось, что я пару процентов из этого сдала, ну, совершенно случайно. Но если я всегда своим человекам помогаю, я не очень. Просто по пути. Ирина Федоровна, а Вы когда-нибудь захотелось в месяц, в Ленинград, в Ленинград? Вы знаете, мне Ленинград, я всегда, я его очень люблю. И когда я приезжаю, там я как-то странно себя чувствую. Я не знаю, почему. Я не знаю, потому что это было очень страшно. У меня какой-то... Даже особо в этом районе, где я живу, когда я подхожу к своему дому, и у меня, между прочим, разная мечта опасть эту квартиру, где-нибудь в ту комнату, где мы с мамой и донечки были. А дом скромится. Ну, дом, да. Там был, правда, капитальный ремонт. Это в центре, я говорю, на Гражданской улице. Там Англия, поэтому, если что-то там было. И вот, но, однажды я попыталась. Но не пускают люди. Я говорю, я бы очень хотела пустить и войти. Нет. А сейчас эта квартира, почему-то мне не стоит, госпиталь стоит пустая. Потому что люди, ну, это очень богатые, о нем. И вот, однажды, и там арка, и железные эти чугунные ворота. И выходит какая-то бабуська. А я с этим у нас поверения, что я вот, наверное, не рактор. И говорю, посмотрите, пожалуйста, пустите меня погулять под дверью. Нет, 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 нет. Закрыл, и думаю, боже мой, мы в реку доживили. Раньше, потому что пустите переночи, в каких день не мог. А сейчас даже вот. Потом идет молодой человек оттуда. Я говорю, молодой человек, изучите, пожалуйста, этот документ. Он смотрел, как он у меня удивленный. И говорит, пустите меня туда. Я здесь же вам, пожалуйста, пожалуйста. Ну, кожаный такой сад, там, чуть ли не розы растут. Ну, пока это очень приятно. Ну, моя квартира, видно, ну, в смысле, где мы были. Ну, это, видно, очень много. Люди переехали в такое место, и что-то, может, там схват какой-то сделать, но оно не обитает. Я там во дворец, кто-то не говорила, и видно, оно там закрыто. И говорят, а там никто не живет сейчас. Вот. Ну, вот так. Вот такие дела. Сейчас я хочу вам прочесть стихотворение. А мы, мои подруги, мы вместе учились очень спать. Тамарка скачет. Когда, святая Русь, из пепла ты восстанешь, заговоришь высоким языком, из светлых рыцев ты воинство составишь, чтобы держать победу под врагом, и лишь тогда вся жизнь преобразится. На пажетеля земных взрастет добровольный плод, в сердцах небесные обиди отразится, и свет божественный к нам и душу попадет. Мои подруги. А еще я хотела бы вам почитать о моем любимом городе. Прекрасно. Просто не похожим на что. Пушкин написал поэму «Медный псальник». Там еще предпослано второе название. Повесть. Какая же повесть? Забыла. Невосточная. Вступление. На берегу пустынных волн стоял дом великих пол, и в даль предел. Пред ним широко реками сласы, бедный чон по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам черные избы здесь и там, три тупого чухолца, и лес и метр на лучах, в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал, «От сень грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зону обменному соседу. Природой здесь нам суждено в его положить окно, прорубить окно, Нагою троптой стать в Приморье. Сюда, по новым дним волнам, Все флаги в гости будут к нам И запируем на простое. Прошло сто лет. Июний град, Повночных стран, Красавая дива, Из тьмы веков Исходный блат Вознесся пышно, Горделиво, Где Раньше Финский Роболос, Печальный пасынок природы, Бросал у низких берегов Свой ветхий нефт, Ныне там, по ожиренным берегам, Громады стройные Теснятся дворцов и башен. Корабли, Корабли, Толпой со всех концов земли, К богатым крестами стремятся, Гранит оделся неба, Мосты поиски над водами, Темно-зелеными сатами Ее покрылись острова, И перед младшей Столицей Померкла Старая Москва, Как перед новой Царицей Парфироносная Владдава. Люблю тебя, Это творение, Люблю твой стройкий Стройный вид, Невы державные течения, Береговой ее гранит, Твоих оградов, Узор челунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, Блеск безгонный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю, Без лампады, И я, Слепящие громады Пустынных улиц, И слепла Братсиста Некла, И не пускай тьму ночную На золотые небеса, Одна заря Смей другую Спешит, Дав ночь В полчаса. Люблю земли Твоей жестокой, Мороз, Бег станок, Бег станок вдоль Невы широкой, Девичьи лица Ярче роз, И шум, И звон, И говор Балов, А в час пеушке Холостой, Шипение Пенесных бокалов, И пуншек Вален голубой. Люблю Военная столица, Твоей твердыни, Дым и гром, Когда полночная Царица Дорует Сына В царский дом, Или Поведу над врагом Россия Снова Он Торжествует, И, подняв Свою семью Лёд, Нева К морям Его несёт, И, чуя Влешние дни Викует. Красуйся, Град, Петров, И стой, Неколебимо, Как Россия. Да Умириться же с тобой, Как Красуйся, Град, Петров, И стой, Неколебимо, Как Россия. Да Умириться же с тобой, И побеждённая стихия. Вражду и плен, Стоит Свою пусть, Волны Финские Зовут, И тщетной Злобой Не будут, Требужить Вечный Сон Петра. Была ужасная пора, Об ней Слежу Воспоминания, Об ней, Друзья Мои, Для вас Начну Своё Поиспование, Печальный Мой Рассказ. Это вступление. Ну, я не знаю, я его сучка из открытки читала, почему-то ещё залипалась, я не знаю. Ну, Но меня просто восхищает Кушкина описание этой нитежной Невы. Значит, над обречённым Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Блеская бурной волной Петроградом в краях в краях ограды строенной не памяталась, как больной в своей постели беспокойной. Вот это вот начало. у меня всегда ну, дальше идёт сюжет и восхождение там ещё Петра есть. Если хотите про Петра. «Ужасен он в окрестной тьме, Какая дума на чреве, Какая веселья в нём сокрыта. А в сентконе какой огонь, куда ты скачешь, гордый огонь, и где опустишь и копыта. О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте той железной Россию помнишь на пенопитах». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Моя вопрос есть. Вопрос есть. Да, пожалуйста. Вы свои воспоминания как-то записали, кому-то передали в архиве и что ты дописсянно. Ну, хорошо, это не разумеется. Нет, вообще фильмы-то не занимаются тем. А ж ты Это очень ценно для тех, вот вы очевидцы, вы такие. Да, да, да. Вскоре нас как мастодотов не ставите. Вы такие делали. Кажется, что это… Ну, почему? На самом деле это очень… Да, очень. 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 Я… Глазами маленького ребенка, который… Вот именно. Но вы же это все… Все поможет. Вы уже это… Сознали. Да. Это он не знает, как сами творили. Вообще все знают. Потому что я ее тоже… Вот так и звук узнала, но она просто… Матерью, которая была ребенка, вылезая, она говорит, еще и не помнит, ей было два года. А те, кто, которые помнят, уже ведь совсем мало сказок. Это вы не сказали, я делаю. Да. Да. Как вы сейчас же собираетесь, специальные, слушая, какие-то есть откидывы, там, где запросы, в процессе. Вот эти подробности. Я с вами на зрели, которые воевали… Ну, там много. Ну, там много. Да. Спасибо. Ну, ну, извините, что я сегодня как-то… Не пропал. Не пропал. Не пропал. Я читаю лучше. Простите. В России, я не пропустила, а когда вы вернулись? Простите, я просто не спрашиваю. А когда вы вернулись в Ленинград? А, в Ленинграде я уже в Ленинграде для жил панта. А, ну не знаю. Микрофон, а со мной говорят не с микрофона по это время. Как вы вернулись из эвакуации из Кавказа? В Кавказе была пацца и у нас жили немцы. Вот я вам могу рассказать такое вещь. Они почти всю зиму, они где-то в августе пришли, где-то в марте, апель, они убежали уже, их убрали. И разные у нас были квартиры. И вот однажды пришел пунктер-офицер. Какой год? Сейчас это город Абширонск. А раньше была казачья столица Абширонска. Там она жила, она приехала в Майкоп и взяла меня из детского дома из Майкопа. И вот, например, такое. Я у нее три с половиной года прожила. Я там первый класс закончила. Ну, не будем говорить, как она со мной выступала. Однажды мы с ней собирали кукурузу. Осень была, вечер. И вдруг страшная гроза была. Просто почернела. Очень страшная была гроза. А наш дом был как раз вот угловой станицей этой. Вот угловой. Тут вот лес прямо начинался дубовый. Ой, какой-то был лес. Я потом приехала. Все вырубили. Там какие-то коттеджи. Дубовый лес. Тут и Рогдар, Рослава, 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 Цвелова. Вообще там сказка была. И только вот в стороне на 7 километров на высоте виднелся какой-то утро. А здесь он прямо наш углов был. И я выходила на крыльцо обычно слушать, как по ночам звучит шаг. Там. Вот. И... Сейчас. И вот... Значит... Да. Про это нечего. И вдруг из леса вышел мальчик. Ему было 8 лет потом. Вот так вот. Пиджачок на нем. И, значит, он подошел к нам. Потому что из леса он вышел, потому что страшно было в грозах. Видно он там лежит. Сейчас скажу все. Кто это. И тетя пусти переночевать. Она. А вон иди рядом. Там Гаушкина. У них там шестеро детей было. И старшая девочка 10 лет лет лет. Представляете, как это дети? И мать все на утро ходила. Все поменяла на еду. В войну там. Вот. И, значит, он возвращается оттуда и говорит, тетя, там Но она его пустила. Я у нее спала на кухне, там топчат стоял, и рельно постелено, рельно укрывалось, рельно, знаете, дома тканый половик, ну были такие ткацкие станки из пятых тряпок, да еще сейчас есть в деревнях такие половики. Она его положила на пол, во всяком случае, я помню, покрыться она ничем не дала, может быть, постелила она или нет. Дала ему сок шлепа. Ну, сидел желал. Вот. У нас был борщ, я знаю, она ему не дала борща. Ладно. Утром, чем снять, она идет на базар. И говорит, вы, дедка, вставай, иди. А он говорит, тетя, да вы закройте нас, я с вашей девочкой. Нет, нет, иди. В общем, она его выгнула. А вечером он рассказал, что он из того же самого детского дома. В Абшеронске еще не было немцев. А там пришли немцы, и что они будут детский дом содержать? Они просто разомерили детей, и все. И дети пошли по лесам. И вот, представляете, Абшеронск от этого Майкопа 40 километров. И он уже вот так вот 40 километров прошел. Дошел до нас. Но потом, мне кажется, я видела именно этого мальчика. У нас там на другой улице жила семья, и они все время ходили попрошали. Может быть, они его взяли в свою компанию. По-моему, это был этот мальчик. Ну, в общем, и он говорил так иначе, чем там. Ну, вот, женщины. Как можно? Ну, ладно, ты не собирай по дороге. Ну, пришел ребенок. Ну, я не знаю. Он уже был работоспособный. А потом его отец погибли, у него там сроки. Ну, вот Ленинградский тоже мальчик. Ну, а сколько их там по лесам погибло? Потому что 8 лет уже таких не правы. Они уже не работали право против этого трудового фонда. Ну, а как вы мне обязательно вопрос? Как я? Значит, отец мой, ну, раз я мужла, то тоже доброго слова должен сказать. И он оценил ситуацию. Ему сразу стала писать вся страница, как она относилась к обням, и как немцы у нее себя чувствовали лучше, чем дома. Вот. Ну, и он написал, что она ребенка, то есть, пожалуйста, она не ребенка, люди езжают больше, но уже привозят. А им не хотелось. Он, пускай, деньги тратить, чтобы уехать за мной. А избавиться-то от меня себе дороже. Вот. Он мне потом сказал, Танечка, это такая хорошая девочка была. А то я говорю, а ты не умерла. А я все думала, это, конечно, я плохая. Даже умирять не смогу. Вот так, Танечка. Вот. Ну, а она за дуру чуть-то не продала. Он прислал фотографии. Красавица. Вот. Ну, и повезла меня. Принесла. И помню, он меня положил спать. А, ну, Федор Иванович, чтобы у меня была мать как мать, а мой отец как отец. То есть, ко мне, а это у меня мужа. Я здесь молоденько. Она, наверное, каждый день порогла. Иногда раз и два. А один раз пасывалась в своей заложке, что она пришла, ей кто-то там в городе сказал неприятности. А она на мне зло совпала. Взяла ее и вытервала. Ну, очень страшно. Ну, и когда она сказала, и мой отец как отец, она говорит, Марина, давайте эти разговорчики прекратим. Ты волчица, но ты напала на волка. Вот тебе тебе ищет зубы, вот тебе адрес на платье. И езжай обратно. Она, значит, говорит, а у меня твои письма. Он говорит, а ты знаешь, сколько у меня письм из станицы? Как-то к ребенку с ребенком обращалась. И как-то с немцами. Ну, она и замолчала. Это расстрел. Она знает, как соседки уехали с немцами. Вернулись, а их... Они исчезли. Тот же. И вот. Ну, и я осталась у отца. И вот потом от отца я набежала. Потому что я это была. Он мне сказал, ты мне не нужна, я тебя терплю. Кто бы тебя убил, сынок, я бы заплатил. В общем, мне не нужна. Ну, и потом я была сама. Ну, что... Наталья, расскажите, может, какие-то примеры, когда люди помогали. Понятно, что вы рассказываете о таких тяжестях, да, о положительных людей. Но я бы не выживала, если бы не было добрых людей людей. Я фактически одна отдыхалась всю жизнь. Поэтому я считаю, что капля добра перевешивает и зачеркивает вор и зла. Вот, добрых людей очень много. Я просто о страхах войны и, в общем-то, добрых людей. Вот. А мне, например, когда я училась, тогда было принято перехватывать деньги друг у друга. Сейчас это другое. Вот. И вот, например, леты закончились. Мне надо поесть. А у меня нет ни копейки. Ну, я там этих... Прошу, ну, моего студента, дай мне до вечера десятку. Ну, тогда я... Или дай мне до стипендии, если не можешь, что до вечера. Я тебе вечером отдам, то есть. Обязательно перехвачу, кто-то стипендии даст. И мне многие люди давали до того, когда дашь. Вот. И я через полгода после того, как начала работать, после университета, через полгода я освободилась от всех домов. А так я все время ездила и все отдала. И я тогда не забывала ничего. Вот. Так что добра в мире тоже много. А если не верить в добру, то жить невозможно. Так, все. А, что вы знаете, вот об облаках немного знаю. И слава Богу, и в школе, и мы все это изучаем. И дневник Дани Савича, и дневник, и дневник, и дневник. И дневник Дани Савичи, и дневник, и дневник, и дневник. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ